Один из тех депутатов, которые уже проверяют на себе, что означает жизнь без неприкосновенности, на этой неделе не смог улететь из страны. Борислава Розенблата сняли с самолета. Сам он говорит, что хотел всего лишь на пару дней слетать в Германию и вернуться обратно. Мол, нужно было пройти обследование в немецкой клинике. Вот только НАБУ ему не поверило. Розенблат утверждает, что заранее предупредил детективов об отъезде и даже предоставил копию обратного билета. Тем не менее, детективы поднялись на борт самолета, отправлявшегося рейсом в Кельн, и заставили депутата вернуться на украинскую землю. Со ссылкой на источник в аэропорту появилась информация еще и о том, что летел Розенблат не с пустыми руками, а с золотом и бриллиантами. Впрочем, наличие таких ценностей в багаже сам депутат отрицает, мол, это была лишь бижутерия, которую он купил своим племянницам. Напомню, что неприкосновенности Розенблат лишился еще в июле. Тогда депутаты дали согласие на привлечение своего коллеги к уголовной ответственности. И хотя задержание и арест не разрешили, НАБУ и антикоррупционной прокуратуре хватило и такого половинчатого решения, чтобы в течение трех месяцев продержать Розенблата под запретом на выезд из страны. И залогом 7 миллионов гривен. Обвиняют депутата по двум статьям Уголовного кодекса. Взятка и злоупотребление влиянием. Его даже исключили из фракции БПП. В минувший понедельник срок действия меры пресечения в отношении Розенблата истек. И только сегодня вечером удалось его продлить. Еще два месяца с электронным браслетом плюс обязательство сдать загранпаспорт. И сегодня же НАБУ опубликовало разъяснение, зачем же детективы так грубо обошлись с Розенблатом и не дали ему улететь в Германию. Оказывается, депутат мог вывести из страны некие материалы, очень важные для следствия. Поэтому детективы изъяли у него планшеты и мобильные телефоны. На этих устройствах могут быть свидетельства общения Розенблата с другими фигурантами дела.